Здравствуйте, интернет-озрители! Сегодня у нас 22 июня. Тепло, очень приятная такая теплая, прохладная погода. Тоже где-то около 22 градусов. Приятно находиться дома, не жарко. Да, здравствуйте, интернет-озрители! Рада вас приветствовать на канале Вика Молчика. И сейчас мы будем готовить блины по классической схеме. То есть, так, я на смартфоне сейчас снимаю, немножко тряска будет в этом селфи. Так, значит, вот я приготовила, здесь уже загасила соду кислым молоком. Добавим сюда яйца, немножко взбила. Взбиваю механически, меня вполне устраивает. Так, теперь можно добавить соль. Так, добавляем соль, немножко совсем. Так, и я предполагаю, что я все-таки не сладкие буду блины делать, а такие нейтральные по вкусу. И кто захочет, тот добавит сахар потом сверху. Так, вот мука у нас обычная, высший сорт. Как-то она тут называется. Мука-резаночка, пшеничная, хлебопекарная. Так, добавляем, сыпем. Так, ну сахара я немножко все-таки тоже капельку добавлю. Так, ну я уже, значит, на глаз все делаю. Просто вот это уже есть. Сейчас растительного масла еще добавим. Обычное масло, рафинированное, каролина, дезодорированное. Так, масло придает блинам такую поджаристость большую, ломкость, может быть, даже некоторую. Так, я вижу, что, например, я взбиваю, у нас должна получиться в результате сметанообразная масса. Что нужно еще добавить? Так, еще добавляем. Если вдруг пересыпите, можно водой разбавить. Я, например, вот кислое молоко, которое у меня было прокисшее уже даже, честно говоря, я его, это, разбавила просто водой, очищенной водой из-под крана. У нас там фильтр стоит, поэтому... Так, вот я понимаю, что сейчас консистенция хорошая. Видите, нормально, если масло добавил, то, в принципе, катышков даже практически нет. Если немножко еще так подвзбивать, то будет вполне очень хорошо. Вот, ну, и я понимаю, что это такие достаточно густоватые блины будут. Мне хочется тонкие блины. Так, я обычно вообще жарю. У меня почему-то... Да, я обычно жарю на 4 сковорода. В принципе, я договорилась, что я только взбиваю, а Родион жарит. Но я все-таки хочу несколько блинов сама пожарить еще. Посмотреть, как с капустой капусту пожарят. Так, продолжаем. Сейчас я поставлю сковороды. Смотрите, какая красота. 4 комфорки говорят, 4 сковороды стоят. Сейчас я их буду смазывать заранее подготовленной, оставленной шкуркой сала. Некоторые кисточкой и растительным маслом это делают. В принципе, вкус, конечно, сала будет в блинах немножко чувствоваться. Но, тем не менее, попробуем. Итак, я решила оставить 3 сковороды. А на 4 сковороде я буду жарить овощные галенты. Вот такие. Морозг Грин Сирмы. Вот на той 4 большой сковороде. И можно будет красавище тигареты заворачивать в блинчики. Так. Значит, все у меня под контролем идет. Блинчики, наверное, будут холстоватые. Я, видимо, еще сейчас даю водички. То есть я беру просто очищенная вода. Из-под фильтра. Так. Добавляю. И еще размешиваю. Вот. Теперь вот блины будут тоненькие у нас получаться. Так. Сейчас у нас сковорода разогреется. И я туда добавлю овощи. Так. Сейчас отрежем. Так. И так в эти галеты входят, зеленый микс называется, брокколи, шпинат и фасоль стручковая. Так. И выглядят они вот так. Я первый раз. Может, и второй раз они жарю. Поэтому, видимо, намедленные замазные, их надо потратить. Вначале на большом, а потом один делаем меньше. Так. Вот блинчики тоже сейчас уже снимаю. Продолжаем. Так. Вот у меня уже получилось два блинчика. Один поменьше. Все зависит от размера сковороды. И вот эта штучка, которая я намазываю. Так вот. Так поджариваются галеты. Я что-то вот пока не накрывала крошкой, чтобы они не развалились. Вначале пусть прожарится. Так. Замечательно. И пока у меня жарятся блины, я все убрала, все что не нужно со стола. И галеты я посыпала перцем, солью, красным перцем молотым и черным перцем. Так что сейчас уже поджариваются следующие блины у меня. Так. Снимаем. Смотрим. Так. Ну вот. Тут еще. Это сковороде медленно. Она толстая. Это чугольная сковорода. А может быть толстая, металлическая. Ну и вообще. Так. Вот это снимаем. Вот смотрите, как я. Ну я обычно скоро тут все поднимаю. Так. Вот здесь я показываю, что я прям так делаю. Так. Это можно даже одной рукой делать. Здесь. 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 Так что. Здесь. Все нормально. Так. Там меня подгорает. Так. У меня для галет вот такая лопаточка. Опа. Можно переходить. Горячая. Сейчас задем на перчатку. Вот. Так. Вот. Ух, что-то. Покорили немного. Ну и то, что поторевшее. Это скоро будет за лето, мы сейчас перестанем. Так, блины поставим туда, а в ковроту сюда будет. Так, за лето я всё-таки накрыла. Быстрее всего жарится на сковороде специально вот с такими низкими краями и специально для блины, для жарких блинов. Вот лучше всего. Так, продолжаем, всё у нас в процессе, всё равно есть время ещё постоять, полюбоваться небом. Три сковороды, а четыре сковороды всё равно у меня, видимо, как-то стал газ быстро, медленно поступать, но когда он быстрее поступал, я всё равно жарила на четырёх сковородах. Так, вот у меня есть тут такой, видите, это называется существо с весёлыми лапками. и это из Египта, по-моему, нет, подождите, это из Таиланда, часть кокосового ореха, да, это всё из Таиланда, а это шишечки тоже не знаю откуда. Вот. Здесь высокий розовый бутон. Так. Ну, хорошо, вот, по качеству картины покажу свой диптор, такой комаровый, двукрылый переводится с латинским. Так. Это, как водится, путешествия различные из путешествий. Так. Смотрим, что у нас тут опять. Так. Так. Хорошо. Процесс идёт. Так. Вот я сейчас пробую галеты. Смотрим, как. Немножко пересолила именно этот кусочек. Так, в принципе, нормально. По-моему, вкус такой немножко недожаренный. Ещё чуть-чуть пожарю. И, видимо, я сейчас ещё посыплю. Смотрим вверх. Вот. Своей вот этой вот штучкой. Вегетой. Вегетой. Вегетой немножко посыплю для вкуса. Какой-то недожаренный получается. Так, чуть-чуть. Горка блинов растёт. Вот я ещё залила. И сейчас я уже буду заканчивать. Пока достаточно. Я не буду все блины жарить. Кто захочет, потом себе лучше свеженькие пожарят. Галеты как тевтели получились по виду. Так. Сейчас будем пробовать. Уже совсем скоро. Так. И вот я положила галету, размяла одну. И теперь делаю вот такой вот блинчик. Всё. В принципе готово. Можно, конечно, сворачивать как хочешь. Я свернула вот ещё один. И, наверное, хорошо, конечно, со сметаной. Или вот сейчас я даже не со сметаной. Мне больше нравится. Разбавленное кисломолоко – это кефир. Покупаешь кефир двухпроцентный литр. Разбавляешь его два с половиной раза водой. И получается однопроцентный. Не надо таскать зря воду. Так, вот выключаем. Немножко ещё дайте поджариться. И очень хорошо сейчас, когда так лето, жарко, во-первых, полезно, во-вторых, мало калорийно пить такой кефир. Очень освежающий, охлаждающий и удаляющий жажду. Так. Итак, я пробую. Вы знаете, уже попробовала немножко. Получается что-то остренькое, солёное, перчёное. И, блин, такой нейтральный. В принципе, очень вкусно. Необычный вкус. Очень необычный вкус. Так что, всем рекомендую. И я вам хочу сказать, что очень вкусно. Вот у меня молоко только было. Ну, просто невероятно вкусно. Я думаю, что всё-таки овощи тушёные, поэтому нормально всё будет. Так что, вот такой рецепт, который я сама придумала. Так сказать, блины с начинкой из овощных галетов. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо.